Ашкеназий Маниту – это книга, которую составил Гавриэла Шмуэль, его ученица, по курсу, который он читал устно. В основном не очень много написано самим Маниту, основные книги, сейчас сегодня уже очень много, которые вышли на иврите, они все сделаны по его курсам устным. И некоторые французские ученики даже против этого устают. Зачем переводить устную туру в письменную? Но у нас нет другой возможности, мы французского языка не знаем, и можем читать только на иврите. И большое за это спасибо, что она нам эту книгу составила. На самом деле мы находимся в середине первой главы, которая говорит о творении. И для того, чтобы как-то хоть немножко ввести в курс дела, о чем мы говорили до этого, надо подчеркнуть важнейшие моменты, которые важны для Маниту. Во-первых, он объяснял про суть творения, почему так важно нам знать, вообще как был сотворен мир, несмотря на то, что этот мир, творение для нас абсолютно непостижим. В тот момент, когда не существовала история человечества еще, мы не можем себе представить, и как бы она для нас совершенно нерелевантна, потому что история мира разворачивается совершенно на другой сцене. Тем не менее, есть очень важные моменты, которые мы учили из истории творения, то, что мир не был создан совершением. И разбирая первую главу книги Берешит, Маниту показывал нам, как Тара, демонстрирует нам, что творение само не смогло выйти на тот уровень, который Всевышний как бы от него хотел. С одной стороны, это запланировано. С другой стороны, как бы у творения была свобода воли, сделать идеал, сделать то, что должно быть в конце времен, мир таким, каким он должен быть, но оно не смогло этого достичь. И в каком-то смысле это очень важно для человечества, понять, чего не хватает в творении, понять, до какого уровня творения не смогло дойти, и что человечеству осталось делать в этом мире. Из этого вытекает идея, и она тоже подтверждена тем, что написано в Таре, что, уходя, скрываясь из мира в субботний день, Бог оставил законы постоянными в мире, а сам шувет, то есть отдыхает, устраняется от изменения законов, изменения законов природы. И это было необходимо сделать в мире, чтобы у человека в этом мире была свобода воли, потому что, если мир бы продолжал оставаться таким, как он был в жизни и творения, то есть у природы была бы свобода воли, и заменяться так, как и было в жизни и творения, мы не могли бы положиться ни на что в этом мире. Сегодня закон был бы одним, а завтра другим. Я сегодня представляю себе, что мир устроен определенным образом, и в соответствии с этим строю свои действия, ожидая определенной реакции природы. А оказывается, на завтра, что законы совершенно поменялись. Таких представить себе, что каждый день меняются законы государства. Вчера ты был по этим законам большой человек и большой праведник, а сегодня оказался преступником, и тебя за это сажают в черепах. То есть в государстве действительно такое бывает, но в законах природы Бог нам не может такое подстроить, и поэтому законы природы остаются неизменными и дают возможность человеку действовать в соответствии со свободой воли. И главная задача, которую Бог поставил человеку в этом мире, в то время как он отдыхает. Седьмой день Творца у нас еще не кончился. Про все дни творения сказано, и был вечер, и было утро, день, первый, второй, третий. А про седьмой день это не сказано. Он продолжается. То есть Всевышний отстранился как бы от управления природой, как бы управлять ею через законы природы. А человек должен действовать. Он становится партнером творения. То есть он должен восполнить то творение, которое не было восполнено в шесть дней творения. Поэтому нам важно знать, что было сделано не так, и мы это разбирали в начале книги. Но сейчас мы находимся, разбираем вопросы, чего же именно человек, от человека нужно в этом мире. Какая задача перед ним стоит. Его задача это сделать правильный нравственный выбор и таким образом приблизить мир к святой. Теперь мы рассмотрим одно из важнейших понятий, которые есть у монету. И я все время сомневаюсь, как правильно это приводить. Его учение называется «Учение Толдот». На русском это как бы родословие. На иврите это, на русском можно также перевести это понятием «история». Но между тем, как монету относится к понятию истории и тем, как он относится к понятию Толдот, есть все-таки разница. Потому что история с его точки зрения, так, как ее представляют нам историки, это не совсем то, как представляет нам историю Тара. Потому что с точки зрения учения Толдот, с точки зрения монету, Тара – это развитие личности. История – это развитие личности. Вся история человечества, начиная от Адама и кончая Мессией, то есть Мессианской эпохи, это развитие некого типа личности человека из того, каким он был в начале времен и каким он запланирован быть в конце времен. И опять же сомневаюсь, как это переводить – личность или идентичность. потому что на французском это линдентити, как правильно читать, я не знаю. Ну, идентити на английском. На еврейском это переводится как «згут». А по-русски это слово как-то еще не очень прочно вошло в наш лексикон «идентичность». Для монета – это ключевое слово. «Толдот» и «згут», то есть идентичность. Всю историю он видит как развитие идентичности. Задача истории – это привести к тому, чтобы в конце времен возникла новая идентичность, новый человек, которого он называет Бен Адама, то есть сын Адама или сын человека. Опять, у меня пока не сложилось стопроцентное ощущение, как правильно это нужно переводить, но или сын Адама, или сын человека. Этим термином пользуются пророки, когда они говорят или упоминают что-то про конец времен. Бен Адама – это специфический такой термин. Сын Адама. Можно, пожалуйста, выключить микрофон, и когда вы хотите что-то спросить, пожалуйста, включайте. А пока вы ничего не говорите, пускай будет выключен. Ладно? Спасибо. Так вот, этот термин Бен Адам, в мини-то он встречается в разной контексте. Например, когда рождается Каин, мы еще до этого не дошли, мы это будем разбирать дальше, когда рождается новое что-то в этом мире, потому что человек, он не рождался, он сделан руками Всевышнего. А первые люди, которые родились, это Каин и Эбель. И их самоопределение, их идентичность, их личность, она в этом смысле очень сильно отличается от личности Адама. Это огромное новшество, и мы как бы сейчас об этом немного поговорим. И тогда уже возникает вот эта вот первичная форма сына человека, сына Адама, Бен Адама, которая в своем развитии и смене поколений должна прийти к конечной цели, к созданию Бен Адама, мессианского человека. То, к чему стремится эта история, это та миссия, которая наложена Богом на человечество, и Маниту хочет нам показать, как это разбивается. Теперь смертельный номер. Я попытаюсь поделиться текстом, и надеюсь, что у меня это получится. Потому что я могу вылететь при этом, но если нет, тогда буду читать. Если не получится, я не знаю, почему так получается. У меня в моем компьютере что-то заедает, когда я пытаюсь поставить. Но иногда получается, да, свидетель есть. Так. Что-то я не могу найти. Вижу, у меня оно. А вот оно. Нет, это зум. Рамочки. Так, одну секунду. Надо поднять его. Просто, оказывается, я его случайно закрыла. Со всякими этими трагедиями. Прошу прощения. Еще, наверное, те, кто присоединились к нам недавно, может быть, я что-то не очень понятна, или... Есть какие-то вопросы? Пока я буду этим заниматься, безнадежным делом. Здравствуйте. Я просто поздоровался, думал. Да. Да так-то нет вопросов. По идее, то, что вы сказали, вкратце общий смысл, что вот этот Адам как задумка, да, а человек, его вот это порождение должен прийти к тому, как Всевышний задумал, да, в этой минуте. Да, да, да. И это происходит на протяжении поколений, когда следующее поколение должно подняться на более высокий уровень, чем предыдущее. Нельзя сказать, что всегда это так правильно происходило. Но это путь, к которому движется человечество. Следующее поколение должно быть более нравственным, чем предыдущее. Оно должно вывести, реализовать из себя еще какие-то дополнительные аспекты божественного образа, который в человеке заключен. Что-то такое, что предыдущему поколению не удалось. Сейчас. Меня слышно? Слышно, но не видно. Вернее, видно, но текстов пока нет. Нет, не появляется текст? Сейчас, постепенно. Ну, хорошо, пока компьютер не падает. Ну, не компьютер, а зум он иногда. Уже хорошо. На этой операции у меня, к сожалению, падает, но сейчас нет никакой надежды поменять компьютер. А, во-во-во, что-то начинается? Да-да-да. Я прошу прощения, что это у меня занимает такое. Даже в самой элементарной встрече со своими детьми все... Похоже, все упало, нет? Или упало у меня? Нет, это не хама выпало. Натан, там у нас... А, Натана я что-то не вижу. Ну, будем ждать, она подключится. Ну, ждем. Ну, это не компьютер, наверное. выключи запись пожалуйста он явно вышел его не вижу а а а а а а а Спасибо. Спасибо. Авраам, вы извините, но вам надо выключить микрофон, потому что мы все будем слушать. Так. Так, и что сейчас происходит? Поставь его. Поставь его. У меня нет, это не может быть, это так оно происходит. Почему? Я говорю, я не могу сейчас новый компьютер... Он берет интернет, все правильно, давай, окей. Дело не в интернете, я не знаю почему. Дело в интернете, дело в интернете, но неважно. Да, недостаточно интернета, поэтому он упадет, может быть, да. Между двумя сущностями отца и сына... То есть мы находимся в ситуации, когда задача создания нового человека, она переходит от отца к сыну. Это то, о чем мы говорили до этого. И между двумя сущностями отца и сына существует разрыв. Сущность отца – это состояние обещания, а сущность сына – реализация. То есть отец, он понимает, что он не смог... Меня раздражала всегда эта песня такая израильская. Ребенок, ты сохрани мир, потому что мы уже не справляемся. Меня это очень раздражало. Вот вы, родители, там типа запустили мир и все сваливаете на детей, чтобы они этот мир теперь исправляли. Но на самом деле оно предупредительно так и есть. Ни одно поколение не может закончить эту работу. Как говорят... Мы знаем, что это не работа одного поколения. Это работа толдот. Это работа множества поколений. И с поколения в поколение происходит понемногу продвижение и изменение. Поэтому у отца есть мечта, у отца есть задача, у отца есть миссия. Он понимает, что он не пришел к концу, не достиг конца. Но он надеется, что в сыне его реализуется вот это обещание. Есть поколение отцов и поколение сыновей. Ведь, с одной стороны, монету говорит о личностях, о том, что испытывает каждый отец или многие отцы, скажем так, в отношении к своим детям, возлагая надежду на то, что они продолжат их дело. А с другой стороны, он говорит о поколении. Когда он говорит о идентичности, личности, это, с одной стороны, идентичность человеческого, частного человека, а с другой стороны, это некая обобщенная идентичность поколения. Он говорит дальше о том, что в каждом поколении есть некоторое, скорее, во всяком случае, есть некоторый человек, который является символом поколения. Человек, через которого проходит мишихистская линия, движение к целетворению. Но, на самом деле, отец живет только в ожидании реализации. А реализация происходит через своих сценарий. Нельзя так думать, что, на самом деле, что монету считает или утверждает, что вся задача отца – это родить ребенка, а в его собственной жизни, на самом деле, всех прочих его действиях нет очень большого смысла. Только вот это рождение детей, вот когда ты своего родила ребенка, может быть, даже воспитал немножко, вот дальше ты свободен, от тебя уже ничего не нужно. Это совсем не так. Есть два аспекта. Есть аспект твоей личной жизни, твоего личного продвижения мира, твоего личного морального выбора – это то, чего от нас Всевышний приходит. А второй аспект – это вот аспект передачи этой традиции от отца к сыну, передачи этой задачи от отца к сыну. Завведь по рождению дана человеку прежде всего для того, чтобы приносить плоды, реализовать нечто, скрытое в отце, приводить в жизнь что-то большее, чем есть в отце. Ранее, когда мы говорили о плодах, о том, что Бог заповедовал человеку плодиться и размножаться, Маниту подчеркивал, это во много раз подчеркивал, что плод – это очень важная вещь. Плод – это реализация какой-то задачи, которая поставлена изначально. Так же, как плоды у деревьев – это цель, к которой мы стремимся. И когда мы говорили там о творении, говорилось там о том, как деревья сделали… Земля создала деревья, делающие плоды, но не создала деревья, которые сами являются плодовыми. Но это отдельный разговор. Это намек на идею плода, которая очень важна. Что в жизни вот эта цель – она очень важная вещь. И если достижение этой цели, то есть реального плода, реальной реализации того, что мы хотим, чтобы продвигалось в мире, что мы хотим, чтобы наши дети смогли реализовать в большей степени, чем мы – это плод. И Манитар все время говорит, что плод – плодитесь всегда должны идти перед размножанием. Потому что иногда, когда размножатель встает на первое место, и качество уступает вместо количеству, никакого продвижения не происходит. Ну да, дальше он как раз это и скажет. Только когда появляется плод, его нужно умножать, создавать все больше и больше таких, как он. Когда процесс умножения предшествует процессу создания плода, тогда умножаются имитации или незрелые. И это то, о чем рассказывается в тайне. И было дней Адама после рождения Шета 800 лет. И родил он сынов и дочерей. После того, как Адам и Ева родили Шета, их улучшенный плод, они продолжали наполнять мир мальчиками и девочками, анонимными людьми, не имеющими уникальной индивидуальности. Секунду, я не понимаю. Ты читаешь по тексту, я пытаюсь найти это место. Либо это не связано. А, ты найди... Не-не-не, по тексту. Найди там три твердых знака больших в тексте. Что за слово такое с тремя твердыми знаками? Это я так отметила место, где мы в прошлый раз остановились. Замечательно. Окей. Ну так что, дальше еще, что ли? Следующий параграф я прочла только за этим. Следующий параграф концепция истории. После нравственность. После что? О, спасибо. А? Нет. А, о. Все хорошо, все хорошо. Спасибо. Спасибо, Михаил. Туда, Михаил. Ладно, так и оставим пока. Что я хотела сказать? Это поразительно, на самом деле. Мы спрашиваем себя там, зачем вообще эти длиннющие родословные в таре. Как бы зачем нам это все знать? Это все было давно, это все было до потопа. Эти люди появляются, исчезают. Что мы можем из этого извлечь? И Манитуд нам объясняет, что это одна из важнейших идей тары проявляется в этих родословиях. Родословия говорят нам, каждый человек, который упомянут здесь, он важен в историческом развитии. Он принес с собой что-то новое. Он принес с собой изменение личности, изменение идентичности человека. Он куда-то мир продвинул. А там еще упомянуты много-много разных людей. И родил сынов и дочерей. Что случилось? А вот эти люди, они как бы остались в массовке. Среди них не было обновления. Они не принесли ничего нового. Это очень удивительная вещь такая, которая нам никогда не приходит в голову так посмотреть на родословия Адама и следующих за ним его порождений. Концепция истории в представлении тары – это смена поколений. Это то, что все время вот у нас монету подчеркивает. В их развитии и продвижении к цели, к тому конечному назначению истории, которое представляет собой постижение братства, способность учиться любить другого, созданного тем же творцом. Это два понятия. Одно понятие очень важное для монету братства. Ну, к сожалению, мы как бы привыкшие к терминологии советской несколько заезженные – свободы, равенства, братства, там, я не знаю, человек, друг, товарищи, брат и прочее. У нас иногда бывает некоторое неадекватное восприятие некоторых терминов. Я помню аналогичную историю. Какой-то пианист в консерватории исполнял аппессионату. Это было еще в советские времена. И он, прежде чем исполнять ее, попросил всех остальных слушателей излишнюю ассоциацию брать из головы. То есть слушать Бетховена так, как не соотносясь с тем, каким вождям это произведение нравилось. Так же и тут. Братство – это очень важное понятие для монету. Ахва. Ощущение родственности со всеми остальными людьми. В принципе. Но, в частности, в Торе, как нам монету говорит и будет еще говорить, вопрос братства, вопрос отношения между братьями – это ключевой вопрос. Он все время у нас повторяется. Начиная с Кайна и Эбеля. Это первая трагедия, первая драма, которая разворачивается у нас в Торе, и в ней заключено все остальное развитие человечества, все остальные драмы Торы развиваются на этом фоне. Один человек, один брат не может сужиться с другим братом. Они не могут найти между собой общий язык. И это самая главная проблема у человечества. И мы ее пытаемся разрешить уже очень-очень много поколений. Но Тора показывает нам из поколения в поколение, как эта проблема каждый раз заново возникает и как ее в разных поколениях разные типы личности, продвигающиеся в понимании идеи братства, пытаются решить. поэтому в следующих главах, в следующих разделах книги мы этим будем заниматься, когда будем говорить о отношениях Кайна и Эбеля, и как они развивались, и как они могли бы развиваться. это братство, а второе это понятие другого, которое в принципе очень важное понятие, и не только оно возникает в учении Маниту. Мы знаем, что Маниту развивал свою философию, свое преподавание во Франции в основном после Второй мировой войны. И там была плеяна таких замечательных французских философов, как Левина, Сандрия Нер и прочее. И для них эта идея взаимоотношения с другими, несмотря на то, что их подход был совершенно разный у разных философов, тем не менее они все происходили из некого общего пространства. И безусловно у них… Работа. А? Кто-то еще рассказал? Извините. Нет, это по-моему техническое. Да. Вот это вот… Несмотря на то, что у всех у них разный подход, разное видение мира, разная философия, разный взгляд, есть общее вот такое философское пространство, в котором они жили, и вот это понятие другого, оно уже прочно вошло в наше представление. В основном, конечно, с философией Левинаса, но и для Маниту оно тоже очень важно. Отношения с другим, как человек его строит. Можно сказать, что история создания человека является прелюдией к истории рождения сына человека. Это то, что я говорила. «Сына человека» или «Сына Адама», я вот все… Вы говорите, все с маленькой буквы пишется. И трудно сказать, как бы… Наверное, надо узнать у франкоязычных людей, как он это формулирован в французском языке, чтобы правильно перевести. Тем не менее, который стремится к совершенству. Знакомая нам история начинается лишь тогда, когда в мире уже существует человек, для которого есть программа отцов, со временем должное существование. Одновременно с определенным человеком появляется обязательная мессианская концепция. То есть, как только появляется человек, у него уже есть вот эта дальняя цель, которой должно двигаться человечество. Чтобы история имела смысл, она должна обязательно быть только подготовкой, обучением и практикой для людей, призванной перевести их в то время, когда зародится в мире человеческая личность, способная на братство и нравство. То есть, нравственность не просто осознание нравственности в данном случае, не просто способность сделать временами правильный нравственный выбор, но полностью нравственная личность, которая ведет себя морально и нравственно. То есть, имеется в виду мессианские времена, когда сформируется такой тип личности человека. И это вот цель творения. Она уже существует, когда появляется человек на арене истории. И таким образом человек станет полноправным партнером Творца. Вот в этот момент, когда мы дойдем до этой точки, человек станет полноправным партнером Творца. Чья сущность — это братство и нравственность? Об этом мы говорили, что все творение мира — это нравственное, так, поскольку Бог создает в мире творение, отличное от него, дает ему место. И это основа нравственности для человека тоже — дать место другому. и построить отношения так, чтобы не давить другого человека, не подавлять, не унижать, не уничтожать. И это большая проблема для всего человечества, естественно. Вся история ждет того человека, который реализует себя и нравственную силу, заложенную в нем. То есть сила у человека, потенциал этого, идеал, который должен в конце реализоваться, он у нас есть. Когда мы только что об этом говорили, то, что человек должен реализовать свой божественный образ, который в нем, он в нем заложен, но он не реализовался пока. И тогда этот мир — мир подготовки. Это вся наша история — мир подготовки. Опыт и обучение станет грядущим миром. То есть он перейдет на другую стадию. Миром, в котором все человечество достигнет стадии вормицы, то есть зрелости, оно станет взрослым, нравственно ответственным и самостоятельным. С этой идеей также связано и благословение, которое отец говорит, когда его сын первый раз поднимается в чтение тары на своей вормице. И оно звучит так. «Благословен тот, кто освободил меня от наказания за него, поскольку в этот день морально ответственность за дела сына снимается с его отца, и возлагается на сына». Существует медраж, который говорит об этом. Это интересно. Медраж моя дочка Юхевит рассказывал на своей батмице. Мы делали ее в заповеднике Нотгдумим. И там растут эти два растения. С одной стороны мир, с другой стороны иглица. Это очень похоже на мир растения, только что у него нет хорошего запаха. Оно немножко более колючее. Но вообще очень похоже внешне совершенно. Только когда ты их листики вот этого мирта, ты их притираешь между пальцами, ты слышишь запах. А у иглица этого запаха нет. И отрики выросли. Раби Пинкас от имени Раби Леви, притча о мирте и иглице. Утрики в смысле Якова и Сав, которые росли вместе, на этом выросли ароматные листья, а на этом колючки. Так все 13 лет они оба, Якова и Сав, ходили в школу и приходили из школы. Ну, не знаем, какие реально были школы там во времена Якова и Сава, но мы себе представляем это так, как сегодня происходит с нашими детьми. «После 13 года один отправился в дом учения, а другой в дом над лопоконством». Сказал Раби Лазар Баршимон, «Человек должен заботиться о своем сыне 13 лет. После этого он должен сказать, «Благословен тот, кто освободил меня от наказания за него». Есть некоторый важный момент в жизни человека, когда отец понимает, что дальше ответственность ложится на сыне, передать ему управление собственной жизнью. Этот процесс объясняет, почему детство так важно в жизни человека. Мы в прошлый раз говорили о том, что в этом смысле очень сильно отличаются все люди, которые рождались на Земле, от Адама и Хава. У Адама и Хава не было детства, они были сделаны взрослыми. Теоретически можно было родиться взрослым, как Агам и Хава в свое время. У животных, кстати, период детства чрезвычайно короткий. Цыпленок и входящиеся лица функционируют немедленно. Ему остается только подождать, пока его тело немного вырастет, чтобы оно стало таким же, как его матери. Но не так человеческий младенец. Выражение его лица после рождения как будто говорит «Увы мне, куда я попал». И устав от этого усилия, он засыпает. Различие между животным, начинающим свою жизнь, и человеком, начинающим свою жизнь, очень велико. Среди всех живых существ у человека самый длинный период детства, потому что детство – это период специализации и приобретения опыта. То есть, вообще говоря, нравственный опыт человека, он складывается из его опыта жизни в этот период. Потому что у животных этого не требуется, поэтому у них детство короче. Животное Бхима подобно своему названию. Ба-ма. Ба-ма. Это Бет-гейт. Это Ба. И Мэн-гейт. Это Ма. Что у них вообще такого есть? От рождения до смерти не происходит никаких изменений в ее сущности. У Галахена вооруженный теленок ценен так же, как корова. Неважно, мы не будем этого делать. Не так человек. Во-первых, жизнь дается ему как дар. Это не просто так. А затем он должен ее заслужить. То есть, сначала он получает подарок, а потом он должен как-то этот подарок оправдать. Реализовать заложенный в нем нравственный потенциал. Только у человека при рождении существует духовный зародыш, который он должен родить, поэтапно выводить его вовне из своего внутреннего мира, от рождения до смерти. Только на человека возможно реализовать силу, скрытую внутри него, поскольку только человеку присуща способность к росту и развитию, который он получил от земли. Он должен вырасти из себя и листья, и цветы, и духовные плоды. Это то, о чем мы говорили, что это следствие благословения, которое получил человек. Это не просто способность, что человеку дано больше. Это то, что от него ему дана способность из самого себя порождать нечто большее, все время добавлять что-то. Это сущность благословения, полученное именно человеку. Поэтому, если человек не мог использовать заложенные в нем силы, он останется на всю жизнь в ограде только творением, существом, которому не удалось реализовать заложенные в ограде. Я, всех, кто присоединился, я хочу предупредить, что все файлы, они еще совершенно не редактированы. Тут есть много ошибок, и литературные они не высокого качества. Это просто для черновики, для того, чтобы мы могли начать наше изучение с этого места. Хотя, работать на книге еще надо будет немного. Продолжим дальше. Прокрути, пожалуйста, еще один абзац. Натам? Ку-ку. Да, какой вопрос? Следующий абзац. Окей. В традиционном еврейском обществе ребенок становится взрослым и несет ответственность за свои действия с возраста 13 лет со дня своей бармицы. В таком обществе нет разрыва между этапом физической зрелости и этапом нравственно-социальной зрелости. В возрасте 13 лет, когда он фактически достиг физического взросления, он должен понимать, что он с этого дня отвечает сам за свой моральный выбор, за свое поведение, взял собственно себя ответственность за свою жизнь. по мере развития общества, в современном обществе, поскольку считается, что ребенок получает обязанности и права взрослого человека только в возрасте 18 или 21 года, возникает непреодолимый разрыв между процессом физического взросления подростка и его взрослением в области нравственной ответственности. То есть, с одной стороны, действительно все права и обязанности взрослого человека он получает только когда станет еще через 8-10 лет, а при этом он совершенно взрослый с точки зрения его физического развития. Но это приводит к тому, что он не считает себя ответственным за свою жизнь. Вот это вот взросление, это не только опыт, который человек приобретает в соответствии с своей жизнью, в соответствии с тем, что с ним случалось в его жизни, но еще и понимание того, что я отвечаю за свою жизнь. Вот принятие на себя ответственности, пока общество не возлагает на тебя ответственность, ты эту ответственность на себя не принимаешь. В тех культурах, где ребенок начинает кормить семью, начиная с 10 лет, он понимает, что у него возложена ответственность, он взрослеет 10 лет. Я не хочу сказать, что это правильно. Я здесь не являюсь критиком, не пришла критиковать современную культуру с этой точки зрения. Но есть очень важный момент во взрослении наших еврейских детей, и я сама это неоднократно замечала, что ребенок, хотя он продолжает учиться в школе, хотя он еще не зарабатывает деньги, но когда он осознает, что в 13 лет на него возлагается большая, очень ответственность за его собственную жизнь, за его собственное нравственное поведение, то с этого момента отец не отвечает уже за него, он отвечает сам для себя перед Богом. С того момента, когда он начинает накладывать тефилин, скажем так, ты вдруг видишь, что ребенок меняется очень сильно. Не знаю, у всех ли так, 100%, но есть в этом что-то совершенно загадочное. В тот момент, когда он понимает, что его ответственность встать утром, накладывать тефилин, и никто за него это не сделает, и никто ему не будет напоминать, и никто его не будет дергать. Это его личное отношение с Богом, это влияет на все его другие поступки в жизни. Он становится гораздо более ответственным. разница между двумя общественными заключается в том, что в современном обществе ребенок считается взрослым в возрасте, в котором он может служить в армии. То есть тогда, когда он может лишить кого-то жизни. Однако, согласно Тареи, ребенок становится взрослым и получает права и обязанности с того момента, когда он может дать жизнь кому-то еще. Совершенно другой подход. Мировоззрение, лежавшее в основе этих двух подходов, полностью различно. Из притчи про мертвый игольник, который мы проводили выше, следует, что понятие бармицева означает реализацию того, что ранее существовало только в потенциале. С этого момента человек сам должен реализовывать то, что есть в нем, и это миссия, которую на него Всевышний накладывает. Когда отец отпускает сына, чтобы тот шел своим путем, в сыне открывается то, что было заложено в нем изначально. Так же и человечество в целом. С точки зрения еврейской традиции, человечество ожидает мессианских времен и воскресения мертвых дней своей бармицевы. Мессианских времен, в которые мессианский человек реализует цель творения и будет царствовать на человечество, которое способно уже будет к нравственному поведению и браку. Остановимся здесь. Хочу послушать, что вы мне скажете. А сейчас человечество уже созрело к бармидстве или как? Ну, по всей видимости, еще нет. Мы еще не совсем созрели. Но мы говорили о том, что сейчас у нас суббота Всевышнего. А весь период этой субботы Всевышнего всего нашего мира наши мудрецы разделили на 6 тысячелетий. Тысячелетие Толу, тысячелетие... Две тысячи лет Толу, две тысячи лет Тарай, две тысячи лет Рима Дамашей. Мессианских времен. В конечном итоге предполагается, что седьмое тысячелетие это некая суббота человечества и восьмой день творца. То есть есть какая-то... Мы сейчас находимся, как мы видели у Монитора раньше, накануне субботы вот этой человечества. То есть шесть тысячелетий, они в каком-то смысле параллельны шести дням творения. В каком-то смысле. А седьмое тысячелетие должно быть параллельно субботе. То есть для нас это будет суббота. То есть некоторый новый совершенно этап развития человечества. А для сегодняшнего это будет восьмой день, потому что его суббота длится сейчас. И вот там вот в этом седьмом нашем и восьмом дне творения мы встречаемся и начинаем вместе с Творцом, становимся его настоящим партнером. То есть в конечном итоге человечество, по идее, сейчас приближается к этой точке. Хотя еще довольно далеко осталось. Нехама, можно? Это Григорий. Да. Я хотел спросить, вот вы говорили, что в Торе упоминаются только те люди, которые внесли какой-то вклад в историю, они упоминаются по именам. Но значит тогда весь период после Торы, который в нее не включен, то есть все следующие поколения, следующие две тысячи лет. Получается, никто не внес такого вклада? Нет, 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 это ничего не значит. Просто Тора строит там типологию некоторую. Она строит типологию. Мы на самом деле не знаем, кто эти люди конкретно. Про каких-то что-то сказано там в родословии Ноэ, например. Про каких-то не сказано там. Есть родословие Каина, есть родословие Шета. И много имен перечислено, которые мы не знаем, кто они и что они внесли. Это показывает нам, что когда упоминается имя, это не просто кто-то, не просто прошло пять поколений, не просто там родил шинов и дочерей. Упоминается имя. Имя – это нечто значимое. Имя – оно характеризует человека. Оно характеризует некий этап. И это очень важно. Поэтому мы как бы иногда удивляемся, зачем нам эти скучные перечисления. Все равно мы не запомним их всех подряд, этих персонажей. Все равно про них ничего не рассказывается, никакой истории. Но Торе важно упомянуть их имя, показать, что на каждом поколении был какой-то этап. Этап развития человеческой личности. Даже если я не знаю, какой он конкретно был. И так происходит не только в тех поколениях, так будет происходить и дальше. Просто так построена типичная картина. Некий образец того, чтобы мы поняли, что идет развитие. Что имена упомянуты они не просто так. Тут есть какое-то подвижение нравственное. От начала времен к концу времен. Потом дальше. Оно продолжается, конечно. И имена не исчезают. В человеческой истории мы знаем имена уже сами. Но это совсем не значит, что нет продвижения. Конечно, все время есть продвижение, безусловно. Как иначе мы можем приблизиться к мессианским временам, если у нас нет продвижения в нравственной области. Иногда бывают какие-то откаты. Иногда бывает, что человечество куда-то теряет направление. Но всегда есть некая линия, и об этом рассказывается в Таре, как пример. Когда мы видим, что семейство Авраама выбрано для того, чтобы продолжать эту линию. И она продолжается через семью Авраама, через потомков Авраама и так далее. Через весь еврейский народ. И так это будет до того момента, когда мы достигнем цели истории. Спасибо. Спасибо. Я продолжаю обдумывать вопрос аналогии Баар-Митсвы и созревания человечества. И хотела бы спросить, а вот дальше аналогия работает? Как вы сказали, что Баар-Митсвы это, ну понятно, что определенное количество лет, и человек готов дать жизнь другому человеку. Работает ли это в отношении человечества? Что человечество, допустим... Не знаю. Не знаю. Очень интересно. Ужасно интересно. Очень интересный вопрос. Родит ли оно что-то другое? Новое человечество. Да, это очень интересно. Совершенно непостижимая вещь. Я нигде про это вот так вот прямо не читала. Но очень интересно, действительно. Прекрасно. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Если кто-то еще что-то хочет сказать. Видите, как здорово. Чем больше народу, тем больше интересных идей. Нехама? Да. Бармитство для человечества, а если взять более фрагментарно, бармитство для еврейского народа, то как? Я не знаю. Я думаю, что это вещи параллельные. Еврейство как бы это некая линия в человечестве, которая как бы ведет его вперед. Создает нравственный некоторый идеал, нравственный уровень. Это на нас возложено. Может быть, мы тоже не всегда справлялись, но эта линия должна продолжаться. Я думаю, что она очень важна для создания вот этого типа Бен Адаму. Этого идентичности, о чем говорит Маниту. Это не просто придет мессия удивительный, прекрасный и совершенно справедливый, и неожиданно вот родится такой вот ребенок, который окажется всех нас спасет. Это итог развития всего человечества. Есть некоторые линии мессианские. В каждом поколении есть некто, кто символизирует ее. Но в конечном итоге все человечество должно выйти на этот уровень. Да, но не все одновременно получается. Это вот трудно сказать. Я думаю, что, наверное, должны все одновременно выйти. Ну, а как же тогда коины были в посольстве, ну, храме в посольстве восьмого дня, и не было у них запрета, который есть для остальных евреев в шабаты? Нет, это, извините. Может быть, я что-то неправильно поднимаю вас, Таня. Но здесь вопрос не... Как есть, разделяют еврейская Галаха, Хевца и Габра. То есть вещь, заповеди, которые относятся к вещи какой-то, или к месту, или ко времени. И заповеди, которые возложены на человека. Да, например, мезуза — это заповедь дома. Если у человека нет дома, он не должен ее делать. Это Хевца и Габра. Соблюдать субботы — это заповедь возложен на человека, неважно, где он находится. Так вот, несоблюдение субботы в храме — это заповедь храма, а не людей. Совсем нет. Потому что, например, если люди там... Есть такая бета-мукет, такое место в храме было, и там сидели куэны и грелись у костра, когда они там не были задействованы в службе. Зимой, например. Но этот костер нельзя можно ждать в субботу? Огонь в храме может заражить только для приносения жертв. А коэны они должны были... Если он не на службе в храме, он так же, как и все остальные, все соблюдает. Так что я, может быть, что-то неправильно поняла о вашем вопросе? Я просто так думаю, что шаббат наступит прежде всего, ну, вот этот седьмой день, который восьмой будет для сегодняшнего, для еврейского народа. Нет, я думаю, что шаббат должен для всего человечества... Я могу это еще спросить у людей, которые знают больше меня, но у меня такое ощущение, что шаббат наступает у всего человечества вместе. Так же, как он начался одновременно для всего человечества, для Адама. Так же Ибен Адам — это не один какой-то человек, не один какой-то народ. Это все человечество, которое доходит до этого уровня. То есть я конкретно, конечно, тоже не могу сказать, как это конкретно все будет. Это всегда загадка, и многие мудрецы пытались построить схему. Мы уже говорили, кажется, на этих уроках, это мое представление такое, что описание разными мудрецами, разными философами будущих времен, оно не претендует на то, чтобы описать в точности это будущие времена. Но каждый из философов хочет подчеркнуть какой-то важный момент, который должен реализоваться в эти будущие времена. Например, с точки зрения Амбама — это разум или интеллект — это самое главное свойство человека, поэтому он себе представляет в будущие времена как торжество интеллекта. Но для другого философа это может быть иначе. А реальную картину — это уже в Талмуде написано, я думаю, что никто с этим в корне не будет спорить из больших философов. Реальную картину будущего мира никто из нас не может вообразить. Мы можем описывать некоторые ее характеристики. Те вещи, которые нам важно сегодня развивать, чтобы они реализовались там. Манитун, например, в основном говорит о нравственности, не о развитии интеллекта. Конечно, эти вещи связаны. Человек интеллектуальный, он должен быть и нравственный. Если он ведет себя бездрастно, то грош цена этому интеллекту. Но, тем не менее, это разные вещи. Но я имела в виду, что царство священников — коинов, а коины — и поэтому аналогию такую провели. Я понимаю, но мне представляется, что действительно царство священников, на них возложена особая миссия. Они должны быть посредниками, они должны вести куда-то весь народ. Они должны его обучать. Они должны представлять собой нравственный пример. В данном случае, если мы поставим фокус на то, что важно для Манитун. Но при этом они не должны отрываться от него. Они сами не могут войти в седьмой день, а вы там все человечество оставайтесь где есть. Это трудно себе представить. Мне кажется. Я думаю, что коины не отрываются от своего народа, но не каждый может быть коином. Не каждый может быть коином, да. Но в вопросе нравственности — это вопрос на разных людей, на разные народы. Может быть, миссия немного разная. Каждый должен приходить к Всевышнему своим путем каким-то. Есть кто-то, кто помогает, координирует, продвигается. У нас такая миссия. Но мне сейчас кажется, что она легче. И мы не всегда с ней справляемся. Но мы, тем не менее, идем все вместе, я думаю. Если касается того, что кто-то раньше, кто-то позже, это я не думаю. Придет в седьмой день. Тем более, что здесь проводится аналогия между всем человечеством и одним человеком, тогда можно сравнить Исраэль с головой, а человечество с телом. Тогда, конечно, все вместе входят в бармитскую. Отлично. Несмотря на то, что я не против сравнивать с головой, но я просто хотела сказать, что Раф Шерке, когда приводит эту аналогию, он чаще всего ссылается на Махараля, который говорит, сравнивает Исраэль с сердцем человека. Но с другой стороны, в терминологии талмуда, например, сердце – это место не чувства, а мудрости. Кстати, я недавно думала про сердце, что с сердцем сравнивают, и услышала от врачей, что ноги – это второе сердце, и подумала, кто тогда ноги? Ну, это я не могу сказать. Это, знаете, можно об этом думать. А в конечном итоге все разъяснится когда-нибудь, кто был ногами, кто был руками, кто был почками. Эти почки – это как бы советники такие. Мы недавно там мысль читали уже в дневном листе про разные органы, как каждый работает. Это интересно, да. Если это все наложить на карту мира, какой народ какому свойству соответствует. Но на самом деле, конечно, практически это делать, я думаю, это спекуляции. Если продолжить эту аналогию, когда мальчик входит в возраст бармицева, он начинает осознавать ответственность. Ответственность он осознает головой прежде всего. Да, тело, оно тогда продолжает жить как жить, постепенно как-то развиваться. Тогда получается, что этот вход в возраст бармицева осознают евреи. А не евреи вовсе не обязательно. Ну, мы, если будем говорить об идеале, да, то идеальная личность, у него все, все тело, душа, все едино, да. Он живет в гармонии с самим собой. И мы, я предполагаю так, может быть, это фантазия моя, я не знаю. Я же сказала, что никто не знает, это кому это говорит, никто не знает. Только твой глаз видел, Всевышний, что там будет. Но я предполагаю, что хороший вариант, это когда родители этого младенца, этого ребенка, который приходит в возраст бармицы, это человечество, оно гармоничное. И все его органы идут вместе. Не то, что, как сказать, голова у него опережает другие или, наоборот, отстает. Хотя, на самом деле, может быть, сегодня это положение не настолько идеально, но мы как бы стремимся к тому, чтобы оно стало идеальным, мне кажется. Спасибо. Окей, господа и дамы, слегка, мы подходим к близко к 8 часам. В 8 часов начнется следующая лекция Михаила Голосовского, Миши Голосовского. Всем спасибо огромное, было уже. Всем спасибо, увидимся там. Спасибо. Спасибо, Михаил. Спасибо, Михаил. Счастливо. Пока, пока. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok